Мир вам, дорогие братья и сестры, дорогие друзья, народ Божий, Церковь Христова. Господь в очередной раз явил нам милость свою и дает вот эту прекрасную возможность собраться всем вместе, чтобы прославить, возвеличить имя Его, чтобы послушать Слово Господне и иметь назидание для душ наших бессмертных. И начиная это служение, прежде чем мы помолимся, я прочитаю один стих из Священного Писания. Благословение Господне, оно обогащает и печали с собой не приносит. Я думаю, что все мы сюда пришли для того, чтобы получить Божье благословение. И очень много зависит лично от каждого из нас. Насколько мы будем внимательными к тому, что будет говориться, петься. Насколько мы будем внимательными к самим себе. И для того, чтобы вот это благословение Господне пришло в наше служение. Давайте мы обратимся к Господу и совершим молитву. Господь и Бог наш, Творец и Спаситель наш, К Тебе мы приходим в этот утренний час с благодарностью, что по великой Твоей любви и милости мы не исчезли с лица земного. Господи, благодать Твоя обновилась над землей, и Господь, Ты даешь эту возможность прекрасную детям Твоим по лицу всей земли собираться для того, чтобы иметь назидание, для того, чтобы молиться к Тебе, для того, чтобы иметь общение друг с другом. Мы славим Тебя за это, Господи. Господь, мы сердечно благодарим Тебя, что имеем нашу поместную церковь. Мы благодарим Тебя, что нам хорошо друг с другом, и Ты даешь нам это общение Духа. Слава Тебе! Мы очень благодарим Тебя, что имеем полноценные служения, что у нас есть хоры, что у нас есть братья, возвещающие Слово Твое. Господь, прими благодарность из наших уст. Вот и сегодня мы очень хотим видеть Твое присутствие. Мы очень просим, Господи, по Твоему верному обетованию, приди на это место и благослови весь ход этого служения. Благослови хор поющий, благослови программу, которая будет. Благослови, Господи, слово проповеди, которые будут звучать, чтобы все это было в силе Святого Духа. И я очень прошу Тебя, приготовь наши сердца, чтобы мы могли внимать Твоим истинам. Господи, мы очень просим Тебя за наших друзей, которые присутствуют с нами и которые еще не примирились с Тобою. благослови таковых и открой их сердца внимать Слову Твоему. Господи, мы очень просим Тебя, если угодно воле Твоей, Святой, благослови, чтобы сегодня мы могли видеть кающихся грешников, обращающихся к Тебе. Все это служение мы веряем в Твои любящие отцовские руки. Слава Тебе за все, чудный наш Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Слава Тебе за все, чудный наш Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Слава Тебе за все, чудный наш Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Слава Тебе за все, чудный наш Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Слава Тебе за все, чудный наш Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Слава Тебе за все, чудный наш Бог, Отец. 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 Слава Тебе за все, чудный наш Бог. 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 Бог нам подарил каждому из нас, и я просто первый раз сегодня проповедую здесь, на этом месте, как-то необычно, и хочу вас спросить, привыкли вы уже или нет? Слава Богу! Сидеть я уже привык, но вот стоять здесь, мне кажется, здесь как-то удобней, в чем удобней, потому что сегодня я могу иметь контакт с каждым из вас, а то, когда вот в том собрании большом, все смотрели вот сюда, на эту сторону, помните, да? Ну а сегодня как-то просто удобно смотреть, видеть лица друг друга, как бы общаться друг с другом, и слава Богу, что Бог даровал нам это здание, и сегодня я уже, уже начался Новый год, уже прошло Рождество, прошел, отметили Новый год, но вы знаете, у русских людей все удваивается. Помните, Рождество мы отмечали 25-го числа, в России еще раз, 7-го числа, Новый год отмечали 1-го числа, и вот сегодня, канун Нового года по-старому, если кто помнит еще, когда мы были молодежь, мы молодежь отмечали и Новый год по-старому, и Новый год по-новому. Но сегодня, как в канун Нового года, мне тоже хотелось бы связать и с Рождеством, и с Новым годом, и с Иисусом. И хотел прочитать Евангелие от Луки, 3-я глава, 42-го стиха до конца. Там 10 стихов всего лишь. «И когда он был 12 лет, пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник. Когда же, по окончании дней праздника, возвращались, остался отрок Иисус в Иерусалиме, и не заметили того Иосиф и матерь его. Но думали, что он идет с другими. Пройдя же дневной путь, стали искать его между родственниками и знакомыми, и, не найдя его, возвратились в Иерусалим, ища его. Через три дня нашли его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их. Все, слушавшие его, дивились разуму и ответом его. И, увидев его, удивились, и матерь его сказала ему, «Чадо, что ты сделал с нами? Вот отец твой и я с великою скорбью искали тебя». Он сказал им, «Зачем было вам искать меня? Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему?» Но они не поняли сказанных им слов. И он пошел с ними, и пришел в Назарет, и был в повиновении у них. И матерь его сохраняла все слова сии в сердце своем. И Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте и в любви у Бога и человека. Вот это такой очень интересный случай произошел в жизни отрока Иисуса. Были они на празднике в Иерусалиме. И вот по окончании праздника возвращаются уже домой. Прошли уже дневной путь, и я думаю, что там их много было, и в это время я не знаю, сколько у Иисуса было еще братьев и сестер. А кто помнит, сколько было братьев у Иисуса? Четыре брата, правильно. А кто помнит, как их звали? Ну, хорошо, это трудно запомнить. Это тоже записано здесь у Матфея, записано в 13 главе. Сколько сестер, неизвестно. Но вот все это семейство с праздника возвращается домой. И вот наступает вечер, и я думаю, прежде всего Мария, когда собрались все дети, а нету Иисуса. Она говорит, Иосиф, а где Иисус? А, ну, наверное, он идет с родственниками, там где-то у родственников, среди родственников находится, с друзьями своими. Ну, я думаю, они пошли его искать. Пошли к одним родственникам, нету, к другим, к знакомым, всех обошли, нету Иисуса. Вот представьте себе ваше состояние, братья и сестры, у кого есть дети, что вот 12-летний сын ваш нету с вами, должен был и нету с вами. Тревожно на сердце, правда? И на следующий день возвращаются в Иерусалим, и три дня ищут его в Иерусалиме. Ну, представляете, с чего начинать? Ну, пойдем там, где мы ночевали. Там его нет. Ну, пойдем там, где, может, наши друзья, знакомые живут. И там нету Иисуса. Что делать? Знаете, уже, ну, представьте себе их состояние, Марии и Иосифа. Нету сына. Пропал. Где его искать? И там нету, куда мы шли. И здесь нету в городе. И вот в таком волнении, я думаю, они уже, ну, давай пойдем в храм. Там уже помолимся нашему Господу, чтобы Господь нам что-то сказал. И заходят они в храм, а там видят его сидящего среди, как здесь написано, учителей. И вы знаете, ну, представьте состояние, что это и радость, то, что они нашли, и в то же самое время, посмотрите, у Марии, это бывает у всех матерей, я думаю, и отцов. Он говорит, что, и говорят, Чада, что ты сделал с нами? Ну, так же у нас тоже, так же бывает, правда, братья и сестры? Когда что-то мы, с нашими детьми происходит, и потом, когда все хорошо кончается, но мы как-то высказываем какой-то упрек. Чада, что ты сделал с нами? Вот мы, написано, с великой скорбью, вот состояние ихнее, что с великой скорбью искали тебя. И вот представьте себе интересный ответ Иисуса. Он говорит, а зачем вы меня искали? И говорит, или вы не знали, братья и сестры, обратите внимание, или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит Отцу моему. Посмотрите, как интересно. Или вы не знали, то есть, они знали. Ну, вот еще 50 стих, смотрите, что написано. Но они не поняли сказанных им слов. Они знали. И они знали, вы знаете, это были мужи Божии, которыми Бог руководил. Которые Бог говорил. Вы помните, что о рождении Иисуса Бог сказал Марии через ангела. Она это знала. Потом подтверждение через Елизавету ее, родственницу, через пророчество Елизаветы было. Она знала, кто родился. И вы знаете, что и муж ее, Иосиф, тоже знал. Когда он увидел, что Мария беременна, когда она ему, видно, рассказала все это. И, ну, представьте себе, как это было, что она приходит к нему и говорит, что вот так и так. Ангел мне явился и сказал, что у меня будет сын. Ну, представьте себе состояние Иосифа. Я просто вот на его месте себя представил, что что-то тут не то. Но в то же самое время, посмотрите, Бог контролирует все. Он является Иосифу во сне. Ангел приходит к нему и все ему объясняет. Иосиф принял это от Господа. И в то же самое время дальше продолжается. Когда уже вот через некоторое время волхвы пришли, и Ирод решил уничтожить младенцев, опять ангел приходит к нему. И опять ангел говорит ему, возьми младенца и беги в Египет. И в Египте ангел опять же говорит ему, теперь возвращайся назад. Все, уже умер тот, кто искал младенца. Посмотрите, какое непосредственное Божье руководство. И вот здесь вот Иисус правильно сказал, или вы не знали. То есть Мария и Иосиф все это прекрасно знали. Все это было у них, но вы знаете, отроку уже было, ну может быть, почему это случилось? Отроку уже было 12 лет. Уже прошло какое-то время от тех откровений, которые они получили. Может быть, оно как-то уже улеглось в их сердце, знаете, что обычный ребенок, послушный, мудрый, хороший, он к послушании живет. Он, как написано, преуспевал при мудрости и в возрасте у Бога и у человека. Но вы знаете, что с другой стороны, как-то уже они, может быть, и успокоились. Но вот в этот час, когда Иисус остался в Иерусалиме, что-то они предпринимают. И почему они, хотя это и знали, но почему они стали искать Его сначала среди родственников, знакомых, и потом пошли в Иерусалим, и там три дня искали Его? Вы знаете, что, ну, мужи Божии, и в то же самое время знающие, что Бог дает откровения, и Бог может показать, и если Ему молиться, и в то же самое время вот таким образом поступают. Я скажу, братья и сестры, что мы точно так же, бывает, и поступаем. Когда что-то случается в нашей жизни, мы начинаем действовать, ну, так, как подсказывает нам разум наш. Разум нас подсказывает, да, искать нужно сначала среди близких, среди знакомых, и найдем Его, найдем. А когда не получается, уже тревога написана, и уже потом даже, как написано, великая скорбь в их сердце была, продолжают искать. И я думаю, что такое бывает и в нашей жизни. Если какие-то обстоятельства, вот, подобные случаются, мы тоже, пока все в нашей, все, мы все это вот человеческое наше не применим, это все продолжается. Но, вы знаете, Иисус, правда, тоже им точно так же сказал, на их упрек сказал, или вы не знали. И вот, вот когда Иисус сказал, они, я думаю, это вспомнили. Но вот, что интересно, вот следующий стих говорит, но они не поняли. Иисус сказал, что мне должно быть в том, что принадлежит Отцу Моему. И, вы знаете, вот, что принадлежит Отцу Моему. И, конечно, Мария и Иосиф поняли, что Он говорит им не об Отце Иосифе, но, с другой стороны, и не поняли того, что сказал им Он. Братья и сестры, что вот в нашей жизни тоже бывают разные обстоятельства. И Бог, когда проводит нас через какие-то обстоятельства, прежде всего, что Он делает? Он нас учит, правда, братья и сестры? Он говорит нам. Потому что Иисус говорил, разве вы не знали? То есть, и Бог нам сегодня тоже говорит нам через Слово Свое, через общение наше друг с другом, тоже говорит нам. Но, братья и сестры, Бог говорит нам для того, чтобы мы не только знали, но чтобы мы и понимали то, что Он говорит нашим сердцам. И я благодарю Бога, что вот сегодня дал нам возможность быть в общении друг с другом. Сегодня, чтобы прославить Его, и сегодня для того, чтобы послушать Слово. Вот после меня будет брат говорить Слово, и я думаю, что Бог будет говорить к нашим сердцам. И вот вы знаете, что Господь хочет научить нас прежде всего. И когда Он научит нас, Он посылает нас в этот мир для того, чтобы мы могли свидетельствовать этому миру о Его любви. Но прежде всего Он учит нас. И вот вы знаете, я просто хочу вернуться, еще прочитать одно место. Это когда, после того, как Иисус принял крещение в Иордане, и был поведен Духом в пустыню для искушения от дьявола. И вот первое искушение, которое... Первое... Я прочитаю это, Евангелие от Матфея, 4 глава. Тогда Иисус... 4 глава с 1 стиха. «Тогда Иисус возведен был Духом в пустыню для искушения от дьявола, и, постившись сорок дней и ночей, напоследок взалкал. И приступил к Нему искуситель и сказал, «Если ты, Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделали с хлебами». Он же сказал ему в ответ, написано, «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Вы знаете, когда я читал это место, для меня было, ну, как бы откровение на это место, что последние стихи. Потому что Бог всегда, когда мы читаем слово, дает нам какое-то откровение. Правда, братья и сестры? И сколько бы раз мы не читали, как-то по-новому звучит это слово. И вот эти вот последние слова. «Но не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». И сегодня тоже для каждого из нас Бог дает слово, которое исходит из его уст. Вот это слово, которое мы видим, это тоже исходит из его уст. Откровение, которое Бог дает нам в наше сердце, тоже, если это исходит из его уст, то мы получаем благословение. Но я хотел еще обратить внимание на что. Потому что единственное, чем мы будем жить и живем, это словом, которое исходит из его уст. Непосредственно от Господа. Но вы знаете, вот когда мы попадаем в разные искушения, то есть слово, которое исходит не из Божьих уст, хотя это Божье слово. Вот следующее искушение, смотрите. Потом берет его дьявол в святой город и поставляет его на крыле храма и говорит ему, «Если ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано». Слышите, братья и сестры, кто говорит? «Ибо написано, ангелом своим заповедует о тебе, и на руках понесут тебя, да не прыгнешься о камень ногою твоею». И Иисус сказал ему, написано так же, «Не искушай Господа Бога твоего». Вот что бы мне хотелось сказать, что иногда тоже в нашей жизни приходят разные искушения. И разные искушения, и тогда есть слово, которое как будто бы исходит отсюда, но это посылается нам для нашего искушения. И посмотрите, если бы нам было сказано это слово, вот дьявол подошел бы к каждому из нас, что бы мы могли ответить? Конечно, мы знаем, как ответил Иисус, но что бы мы могли ответить, братья и сестры? И поэтому, что бы мне хотелось бы лично для себя пожелать, а потом еще для каждого из нас, это чтобы мы знали Слово. И мы знали Слово хорошо, знали это Слово. Поэтому у нас есть эта возможность быть в собрании, дома читать это Слово Божие. У нас есть малые группы, где мы можем на самом деле просто так вот размышлять, читать и молиться, изучая Слово Божие. На разные вопросы, которые у нас возникают, часто мы находим ответ, вот когда мы беседуем друг с другом. И поэтому мне от всего сердца хотелось бы пожелать и самому себе, и каждому из вас, пусть это Слово, которое Господь нам дал, мы могли бы Его изучать и знать Его. И когда мы знаем и изучаем, и не только знать и изучать Его, но и понимать Его, понимать Его и принимать это правильно. Я читал один пример еще в своей молодости. Это было в Китае, когда там одно, три девушки, прочитав место, когда Петр шел по воде, они тоже, ну, решили, раз Петр шел по воде, то мы тоже можем идти по воде. И там такая большая громадная река Янцзы есть, они вошли в эту воду и вот такой, и пошли, и утонули. Но вы знаете, почему это произошло? Потому что это Слово, дьявол обманул их и сказал, что это Слово, но это Слово не вышло из уст Божиих. Когда Петр шпошел по воде, он спросил у Иисуса, правда, братья и сестры? А Иисус дал ему разрешение, сказал, иди, и тогда Петр пошел. И то Петр стал тонуть, и Иисус был рядом, представьте себе, хороший пловец стал тонуть. И Иисус протянул ему руку и вытащил его. И вот, братья и сестры, что я хотел сказать, что Слово, которое исходит из уст Божиих, чтобы это Слово мы могли применять правильно, чтобы это Слово мы могли понимать правильно, чтобы одно Слово могло подтверждать другое, Слово, чтобы оно не противоречило друг другу. И вот, что бы мне хотелось бы пожелать и молодежи, и детям, и самому себе, и каждому из нас, это вникать в Слово. И вы хорошо сделали, что и в сегодняшнее утро пришли на это место, чтобы слышать это Слово. И чтобы понимать это Слово. И мне бы хотелось, чтобы вот сейчас в нашей общей молитве помолиться, Господи, открой нам Слово Своё, скажи нам Слово Своё, чтобы мы могли знать это Слово, и чтобы мы могли понять это Слово, и в своё сердце положить это Слово, как Мария положила это Слово. И чтобы мы могли правильно ходить перед Тобою, чтобы во всяких обстоятельствах нашей жизни мы могли обращаться к Тебе, чтобы Ты показал нам правильный путь, чтобы мы могли потратить не три дня, и ещё целую ночь там искали, может быть, до этого, а чтобы мы могли обратиться к Тебе и получить правильный ответ у Тебя, чтобы сразу пойти в правильном направлении, и чтобы мы могли это понять и жить для славы Твоей. Поэтому помолимся, чтобы Господь благословил каждого из нас, чтобы дальше Слово, которое было, и всё это мы могли положить в своё сердце. Аминь. Помолимся. Господь, я сердечно благодарю Тебя за Твое присутствие с нами здесь, на этом месте. Я сердечно благодарю Тебя, что Ты любишь каждого из нас, что мы драгоценны в очах Твоих. И я благодарю Тебя, Господи, за это. И я благодарю Тебя, что сердца наши могут прославить Тебя, и моё сердце может Тебя прославить. Благодарю Тебя, что Ты учишь нас, открываешь нам Слово Твое, и хочешь, чтобы мы и это Слово понимали. Открой, Господи, наш ум к уразумению этого Слова, чтобы мы в этом мире жили для славы Твоей, чтобы через нашу жизнь ещё многие души могли прийти к Тебе, чтобы Ты мог через нас спасти, Господь, ещё многие души, которые ещё ходят во тьме, которые не знают этой радости, которые не знают Твоих путей, Господи, помоги каждому из нас быть верным Тебе во всём, слушать Тебя, и, Господи, понимать Тебя. И дальше наполни всё это собрание своим присутствием, чтобы мы ушли в радости, в полном благословении, а за всё прими благодарность. Аминь. 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 Отец Небесный, мы Тебя благодарим за то, что Ты хранил нас. Мы Тебя благодарим за то, что Ты продлил нашу жизнь, и мы можем быть в Доме Твоем еще раз. Мы Тебя благодарим за то, что Ты отдал Сына Своего Единородного за каждого из нас, чтобы мы могли иметь жизнь вечную. Мы Тебя благодарим за то, что Ты благословляешь нас, и в этой стране даешь мир, в этой стране даешь нам благословение во всем, что мы имеем. Мы также благодарим Тебя, что мы можем помогать друг другу, просим Тебя, располагай наши сердца, и также благослови все пожертвования, чтобы и через это могло проповедоваться Твое Слово. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 И прими, Иисус, моли от сердца поклоненья за подвиг на кресте, за счастье, что в Тебе. За все хочу я каждый день, всю жизнь Тебя благодарю. Как-то так в этом мире бывает, чтобы счастье найти поскорей. Люди счастье другое теряют, счастье в лицах своих малышей. Так и здесь. Их отец подработать удалился в чужую страну, а родительской тяжесть заботы без труда возложил на жену. И, как часто бывает такое, в мире скажет, мол, это судьба. Там он вскоре увлекся другою, и осталась с детьми мать одна. Впрочем, скоро пришел благодетель, пригласил ее вместе с собой в край далекий, богатый. А детям шребий достался другой. Три птенца, три живых мальчугана, три веселых смешных сорванца в бедной хижине. Папу и маму им теперь заменила сестра. Есть немало своих интересов у девчонок 12 лет. Как ни горько, но не было места ей для детства. Вставая чуть свет, когда люди кругом досыпали сны десятые, ей не спалось. Востоянные мысли пугали, как бы им голодать не пришлось. Правда, мама когда-то учила печь лепешки. Она их пекла и с утра на базар относила. Только малое время спустя с горькой болью Она осознала, что не сможет семью прокормить, Что торгует она очень мало, Что им так вчетвером не прожить. А напротив, немного в сторонке Под высокой базарной стеной Торговали другие девчонки Торговали девчонки собой. От того, что она увидала, Что впервые открылась пред ней, Тихим эхом внутри застонало, Было им по двенадцать, как ей. И смотрела, что думать не зная, Только жаль не видала она, Как за нею, давно наблюдая, Между ними стоял сатана. Дух жестокий над жертвою новой, Злые планы чем часом ковал, И змеи на коварное слово В сердце словно как мысль послал. Чем стоять, ожидая чего-то, Занялась ты в торговле и такой, Ведь совсем не плохая работа, А на жизнь точно хватит с лихвой. Пошатнулась. Девчонка немного, И в глазах стало как-то темно, Незнакомая раньше тревога Сжала чистую душу ее. С грязью этой, Впервые столкнувшись, Сотрягаясь в кромешную тьму, Прошептала, слегка задохнувшись, Нет, я лучше скорее умру. Неплохая идея, ты знаешь, Демон ей продолжал говорить, Для чего ты так сильно страдаешь, Да и впрямь, Для чего тебе жить? Ты же знаешь, Что денег не хватит вам надолго, Что голод придет, И мучительной смертью и братьев, И тебя непременно убьет. Чем вот так умирать постепенно, Горь с таблеток прими и запей, И страдания прервутся мгновенно, Вместе с жизнью ненужной твоей. И какой-то недетской мукой Исказилось ребенка лицо, Точно звук от сердечного стука Ранил болью глубокой ее, Возвращаясь домой, как в тумане, Мир как будто померкнул вокруг. Только тяжесть таблеток в кармане, Только сердце чуть сбивчивый стук. Вот и хижина, Та, что дарила ей когда-то уют и тепло, И последняя мысль пронзила, Что же с братьями станет ее, Кто их в этой утрате потержит, Что от жизни достанется им. Остается одно, Неизбежно умереть сразу всем, Четверым. И смахнувши текущие слезы, Дверь тихонько прикрыв за собой, Поделила на равные дозы Горсть таблеток, дрожащей рукой. Вот и братья вернулись из школы, Словно трое кошельных воробьев, Залетели, ворвались, Ни слова не понять из гаоса слов. Гости были сегодня смешные, Говорили про Бога, про рай, И брошюрки дарили цветные, На, вот эту для нас, почитай. И скользнула растерянным взглядом По цветному рисунку листка. Три креста, люди, воины рядом, Но какие там были слова. Сердце странно, как будто забилось, Надрывая щемящей тоской, И нечаянно буквы покрылись Неожиданной детской слезой. Вдруг какой-то теплой волною Незнакомая сила добра Обдала и укрыла собою, И тот час ощутила она, Будто рядом стоит незнакомый, Но до сладостной боли родной, И по косам небрежно сплетенным Нежно гладит пронзенной рукой. И бессильно, упав на колени, Сотрясаясь в рыдания слезах, Излила всю тоску и томление, Что не выскажешь просто в словах. В свои детские годы узнала То, что детям не следует знать. Но в двенадцать она понимала, Что не всякий поймет в двадцать пять. В бедной хижине, Миром забытой, Три мальчишки с сестренкой живут. Через церковь одеты и сыты, А отцом они Бога зовут. Каждый день им сестренка читает, Каждый день они в церковь бегут, Каждый день их там кто-то встречает, Там их любят, Вот так и живут. А девчонка Всегда повторяет Те слова Из брошюрки простой, И других И себя вдохновляет Этой истиной, Вечно живой. Даже если и мать Позабудет И оставит Родное дитя, Помни, Бог твой И видит, И любит. Твой Господь Не оставит тебя. Аминь. Взывайте, люди, На слово Божье Пока еще Ныне Звучит, Оно Ведь скоро Закрыться Может Дух Божий Об этом Твердит. Скажут люди Слово Божье Пусть же Вернется К нам. Сколько Люди Не взывайте, Господь Не ответит Уж Вам Господь Не ответит Уж Вам Слова Амоса Звучат Так ясно, Что он Написал Наперед Что Люди Горько Станат Все Будут Как Жажда Шамим И Народ Скажут Люди Слово Божье Пусть Вернется К нам. Сколько Люди Не взывайте, Господь Не ответит Уж Вам Господь Не ответит Уж Вам Любовь Господню Искать Все Будут Как Жажду Ищет Воды Господь Закроет От них Спасенья Не смогут Найти Уж Они Скажут Люди Слово Божье Пусть Вернется К нам. Сколько Люди Не взывайте, Господь Не ответит Уж Вам Господь Не ответит Уж Вам Ходить Все Будут От Мора До Моря Чтоб Слово Господь Не Найти И Полны Будут Мучения И Горя Не Смогут Спастись Уж Они Скажут Люди Слово Божье Пусть Вернется К Нам Сколько Люди Не Взывайте, Господь Не ответит Уж Вам Господь Не От В В В В В В В Ее Голос Нельзя Не Узнать Ее Мнение Не Оспоримо Не Заставишь Ее Замолчать Она Судит Всегда Справедливо От нее Не Сбежишь Никуда Пусть Ее Не Услышать Ушами Она Скажет Свое И Тогда Ты Все Видишь Другими Глазами Она Очень Строга Но Скромна Не Диктует Она Гордо Властно Так Сказать Умеет Лишь Она Тихо Мудро Отчетливо Ясно Ей не Скажешь Молчи Говори Не Подкупишь Ее Жемчугами Она Вечно Глаголит Внутри И Проводит Прямыми Путями Она Вложена В каждом Из Нас Ее Родина Царствие Света Ее Голос Спасителя Глаз Ее Цель Привести Нас На Небо Совесть Ты Драгоценнейший Дар Ты Как Лакмусовая Бумага Помогаешь Прожить Так Года Чтоб В финале Не стать Кучкой Праха Ты Укажешь Мне Путь И Когда Я Случайно Свернуть Попытаюсь Ты Не Дай Заблудиться Тогда Я Услышу Тебя И И И И И И И Не Давай Мне Поко И Буду Удержи Мою Душу От Зла Направляй Меня Вечно И Всюду Говори Всегда Говори Проверяй Все Мои Помышления Чистым Сердце Мое Сохрани Чтоб Увидеть Христа Возвращение Аминь Я знаю Мои Угодней Полы Бели До Серой Могильной Плиты До Самой Последней Постели Меня Охраняешь Ты За Что За Такие Заслуги Что Сделал Я Что Совершил Я Не Был За Веру Оругом И Часто Грешил Все Бури Проносятся Мимо Невзгоды Бушуют Вокруг Я Чувствую Как Незримо Меня Охраняет Друг А Щедрость Твоя Безмерна Любви Твоей Нет Границ Твою Не Опишешь Вер Но Ост И Тысячами Страниц А Если Меня Когда-то Закончишь Ты Испытать Дай Стойки Мне Быть Солдатом И Вере Твоею Стоять А Если Нагрянут Тути Ты Радость Святов Со Мною Я Все От Руки Могучей С Хвалу Я Тебя Приму Твою 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 Новую Россию Situation И Далós Твою Рань К С Ин 我們 И Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 десятину, сколько нужно. Когда мы говорим о материальном служении, я уже сказал, что мы считаем, для некоторых это как бы Новый Завет, в Новом Завете не так важно это жертвовать, может быть, некоторые считают. Или говорят, ну материальное служение, ну зачем о нем много проповедовать или много говорить, какой в этом смысл. Некоторые считают, что это не настолько важная тема, намного важнее говорить о духовных вещах, о духовном росте, о духовном, вот каких-то таких духовных истинах говорить, о материальном служении, наверное, не так важно. Но интересно, что когда мы говорим в отношении церкви, материальном служении, многие из нас считают, что это не настолько важно. Но когда мы касаемся, когда касается нас, нашу жизнь, вот материальной нашей части, для нас это очень важно. Наша жизнь, вот физическая, наша жизнь на земле, для нас деньги, ну важны. Мы иногда встречаем людей, которые из-за каких-то небольших сумм готовы, ну и поспорить, и поругаться, и деньги делят людей. На самом деле для нас, вот если говорить о нашей жизни физической на земле, для нас, для каждого из нас, братья и сестры, деньги важны. Правда важны? И я хотел бы вот сегодня поговорить об этом, об этой теме «Сколько?». И тот текст, который я прочитал, конечно, он, вот если поставить вопрос «Сколько?», этот вопрос, вот этот текст, который я прочитал, он немножко как бы очень, ну такой, можно было бы сказать, ну такой крайность какая-то для нас. Вот хотел бы, чтобы вы еще раз посмотрели этот текст, немножко порассуждать об этом тексте, насколько материальное служение важно, что оно дает нам, действительно ли от этого зависит наше благословение. И вот в этом тексте, который я прочитал в Евангелии от Марка, первый стих 41 говорит интересные слова. «И сел Иисус против сокровищницы и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. Многие богатые клали много». Вам не удивительно, братья и сестры? Христос, когда пришел на землю, и когда Он жил на земле, многие вещи, вот ветхозаветные, Он изменил. Многие принципы, скажем так, ветхого завета, Он сделал их в новом завете намного выше, намного, ну и здесь Он приходит в храм, Он был в храме, это было перед праздником Пасхи. Он пришел, и обратите внимание, написано, Он сел против сокровищницы, и что Он делал? Он смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. Как после вот этих слов можно сказать, Бог не интересуется, Богу не важно наше пожертвование. Он с умыслом сел напротив сокровищницы, и Он смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. Братья и сестры, из этого я хотел бы сделать один очень важный принцип, который хотел бы, чтобы мы с вами запомнили. Когда я жертвую, когда я кладу деньги или я совершаю свое пожертвование, Бог смотрит, и Бог видит. Богу не безразлично, как я это делаю. Богу не безразлично, сколько я это делаю. Он смотрит, и Он видит. Интересно, если говорить о пожертвовании, вот вообще о самой жертве, да, пожертвовании или материальное служение, как мы называем, да, или десятина, как угодно можно называть. Это жертва Богу. Это жертва Богу. Помните, когда самая первая жертва была принесена? Практически от создания мира, да? Когда у Адама с Евой родились два сына, и помните, они что сделали? Принесли жертву. Они принесли жертву. Если мы говорим о том, что вот пожертвование, вот здесь же в этом тексте мы будем говорить о том, почему оно важно, вот для Бога, да, и сколько. Я хотел бы сказать, в Ветхом Завете, когда мы говорим о Десятине, о том, что, ну, Десятина – это Ветхий Завет, мы говорим. И хочу сказать, что, ну, мы уже слышали, наверное, да, что это не началась Десятина, не началась с момента Закона, не с Моисея началась Десятина. Первую Десятину принес Авраам Милхиседеку. Помните, да? И тем самым, вот даже в Новом Завете, в Послании к евреям говорится о том, что Авраам дал Десятину, и даже когда Десятины потом давались сынам Левия, которые находились в храме, то он говорит, как бы сам даже Левий, находясь еще в чреслах Авраама, дал Десятину Милхиседеку. Потом, интересно, вот я думаю, что если вы знаете, если кто-то читает, сейчас начал читать Новый Завет, ну, как Библию, Ветхий Завет, вот в книге «Бытие» интересно, что Яков положил обед, когда, помните, ему явился Бог, он увидел эту лестницу в бытие, вот в 28 главе написано так, «И положил Яков обед, сказав, если Бог будет со мною, и сохранит меня в пути всем, в который я пойду, и даст мне хлеб и одежду одеться, и я в мире возвращусь в Дом Отца Моего, и будет Господь моим Богом, то этот камень, который я поставил памятником, будет Домом Божьим, и из всего, что Ты, Боже, даруешь мне, я дам Тебе Десятую часть». Это было еще задолго до Моисея, но вот сам принцип, как Яков сделал, не совсем может быть правильный, но мы говорим о том, что Десятина началась намного раньше, намного раньше, чем вот пришел закон после этого, но вот здесь, интересно, братья и сестры, хотел бы сказать, Богу во все времена было небезразлично, сколько человек жертвует и дает жертву Богу, как Он это делает, никогда не было безразлично, и тем, что Христос сел возле этой сокровищницы, и Он смотрел, Он тем самым показал, что Ему очень важно, как люди это делают. Бедная вдова, которая пришла, в следующем стихе, 42-й написано, придя же, одна бедная вдова положила две лепты. Это было перед праздником Пасхи, и она положила все, что она имела. Бог знает не только, Богу не только небезразлично, или Он интересуется нашим пожертвованием, Бог знает, сколько мы ложим, сколько мы жертвуем. Иногда, может быть, братья и сестры, вот в нашей церкви мы приобрели дом молитвы, мы говорили о том, что нам нужно пожертвование. Я хотел бы сказать, что на следующий, на этот будущий год нам нужно будет много сделать еще расходов. И знаете, иногда я так, может быть, в своей наивности рассуждаю, я думал, интересно, вот если, ну, я не делаю это как объявление, да, вот просто я так рассуждал себя, что интересно, что если вот так объявить церкви и сказать, братья и сестры, ну, давайте попробуем один месяц, чтобы все сдали десятину, ну, принесли в дом десятину, и посмотреть, насколько мы можем рассчитывать, вот если церковь бы сдавала десятину, насколько мы можем рассчитывать в нашем, ну, в доме молитвы, да, вот как церковь, насколько мы можем рассчитывать, какие средства. Я понимаю, что это нереально, Может быть, это невозможно как-то сделать, но с другой стороны, когда мы делаем сборы, мы делаем два сбора в воскресенье, мы иногда делаем сборы вечером, мы делаем в пятницу на служении. Я не знаю, сколько кто ложит. Я думаю, что многие из нас, мы не знаем, кто как ложит, но Бог знает. Может быть, если кто-то ложит потому, что стыдно не положить. И я скажу, может быть, о себе скажу, знаете, братья и сестры, что один из братьев, один брат сказал мне, ну, ты там на виду хоть доллар положи, чтобы видно было, что ты жертвуешь, чтобы это как-то поощряло других. Я скажу, ну, неправильное побуждение. И я не готов так делать. Мы в своей семье, и вот по милости Божьей стараемся, скажем так, давать десятину, вот, но я отдаю, допустим, или мы отдаем, стараемся отдавать так, что вот получил зарплату, выписали, отдали, но если зарплату не получил, если я отдал это раз в месяц, там, или два раза в месяц, ну, если идет тарелка, и просто положить потому, что кто-то на меня смотрит, наверное, неправильно. Но если есть побуждение сердца, правильно это делать от сердца. Знаете, когда вдова принесла, вот, давайте подумайте, вот что, что значило для храма, огромного храма, в то время, когда ложили богатые, много ложили. Что означало две лепты? Лепта – это самая мелкая, разменная монета в то время. На сегодняшний день цент, конечно, это действительно у нас один цент – это самая мелкая монета, но она не стоит, на сегодняшний день один цент не стоит столько, сколько стоила тогда одна лепта. Я думаю, что примерно ценность, вот, двух лепт можно было купить, ну, булку хлеба на сегодняшний день, ну, пусть это будет два доллара там, или полтора, или, может, примерно два доллара. Огромнейший храм, на Пасху приходило множество людей, и многие богатые, написано, клали много, пришла бедная вдова, братья и сестры, вдова, вдова. Я хотел бы немножко, чтобы подчеркнуть, да, мы понимаем, кто это такой, да? Женщина, которая не имеет мужа, и, скорее всего, имела детей. Написано, что она имела всего лишь две лепты, и это было все ее пропитание. А давайте вот, мы очень часто, когда мы жертвуем, мы думаем логически, правда же, чтобы, что стоит для этого храма две лепты, чем это поможет? Ну, что принесет для храма две лепты? Или мы иногда рассуждаем, ну, если дать, то уже дать, чтобы, ну, какой-то был смысл. Если не давать, если давать вот это, может быть, тогда вообще нет смысла давать? Я хочу сказать, Бог знает, братья и сестры, Бог знает, сколько мы ложим. И не только сколько мы ложим, а как мы это делаем, что движет нами. Интересно, что из этой истории Бог сказал вот какую вещь. Он сказал, учеников призвал. Я хочу сказать, братья и сестры, это новозаветняя история. Это событие Нового Завета. Это Христос учеников учил всегда. И Он призвал их и говорит, истинно говорю вам. Эта бедная вдова положила больше всех, клавших в сокровищницу. Братья и сестры, для Бога важно наше жертвоприношение. Наша жертва важна, но Богу очень важно, как мы это делаем. Количество положенных нами средств играет роль. Но для Бога очень важно, как. Если у меня очень большой доход, и я имею от Бога большое благословение в материальном, и я оцениваю себя, ну, по сравнению с тем, кто ложит, скажем, маленькую сумму, «О, я положил очень, это достаточно». Я хочу сказать, Бог знает наше размышление. Бог знает, сколько я могу сделать, сколько я могу пожертвовать. Он знает, и Он оценивает наше приношение не по количеству положенных, а что это для меня стоит. Если жертву, которую я принес, или пожертвование, которое я принес, оно для меня ничего не стоит, то Бог точно так же его и оценит. Независимо, что подумают люди, независимо, как бы невелика была эта сумма. И с другой стороны, если я действительно имею очень малый доход, если я имею очень маленький, скажем, маленькое материальное состояние, если я жертвую, Бог знает. И Бог оценивает меня не потому, что кто-то ложит больше, и моя, как бы, жертва ничего не значит для Бога. Совсем нет. Братья и сестры, вот из этой истории интересно вот что. Скажите, как это возможно, что бедная вдова положила больше всех? Христос сказал. Истинно говорю вам, бедная вдова это положила больше всех. Это как? Для нее это, с одной стороны, действительно большая была жертва, потому что она отдала все свое пропитание. Может быть, у нее действительно на праздник Пасхи больше не было никаких средств. На праздник осталась она. Но Бог оценивает. Вот интересно, библейская или божественная, небесная математика, она немножко другая. Я хочу вам сказать, знаете, еще что? Еще как можно понимать, что она положила больше всех. Она положила две лепты. Но Бог сказал, она положила больше всех. По одной простой причине. Я так думаю, что вот можно было бы еще добавить к этому, что скольких людей, этот пример бедной вдовы, записанный в Евангелии, скольких людей он поощрил жертвовать. И вся та жертва, которая вот была поощрена или так подтолкнула многих людей, смотря на эту бедную вдову, жертвовать, это то, что она принесла. Это благодаря ее жертве, благодаря тому, что Бог это ответил. Знаете, я хочу сказать, в Библии есть еще один пример еще одной вдовы. И мы очень хорошо знаем, в Ветхом Завете есть этот пример еще одной вдовы, когда пророк Илья, помните, в голод, когда был большой голод, был послан в Сарепту Сидонскую. И я просто прочитаю этот отрывок. Хотел бы, чтобы вы послушали, братья и сестры. Вот ветхозаветний пример. Пример Ветхого Завета, но принцип Нового Завета. Посмотрите. И было к нему слово Господня к Ильи. Встань и пойди в Сарепту Сидонскую и оставайся там. Я повелел там женщине-вдове кормить тебя. И встал он и пошел в Сарепту. И когда пришел к воротам города, вот там женщина-вдова собирает дрова. И подозвал он ее и сказал, дай мне немного воды, в сосуде напиться. Это был голод. И естественно, думаю, что и вода была тоже на вес золота, как мы говорим. И пошла она, чтобы взять. А он закричал вслед ей и сказал, возьми для меня и кусок хлеба в руки свои. Она сказала, жив Господь Бог твой. У меня ничего нет печеного. А только есть горсть муки в катке и немного масла в кушине. И вот я наберу полено два дров. И пойду и приготовлю это для себя и для сына моего. И съедим это и умрем. И сказал ей Илья, не бойся. Пойди сделай, как ты сказала. Но прежде из этого сделай небольшой опреснок для меня. И принеси мне. А для себя и для сына своего сделаешь после. Ибо так говорит Господь Бог Израилев. Мука в катке не истощится. И масла в кушине не убудет до того дня, когда Господь даст дождь на землю. И пошла она и сделала так, как сказал Илья. И кормилась она, и он, и дом ее несколько времени. Мука в катке не истощалась, и масла в кушине не убывала. По слову Господа, которое он изрек через Илью. Женщина-вдова, голод на улице. Приходит мужчина и говорит, дай мне воды. А потом говорит, дай мне то, что у тебя осталось, и я хочу покушать. Как бы мы с вами сделали? Как бы мы поступили? Интересный принцип. Прежде сделай мне. Она поверила слову. Просто поверила слову. По-человечески рассуждать очень сложно, довериться так. Но с другой стороны, я думаю, что ее вера двигала. Какая разница, сейчас умру я. Или я умру через три дня, все равно последняя мука в катке, и масло последнее в катке. Братья и сестры, я почему говорю, что это новозаветный принцип? Когда мы говорим о материальном служении, когда мы говорим о материальной части нашей жизни, как пожертвовании Богу, Христос, когда пришел на землю, Он совсем другой принцип принес. Если Ветхий Завет это десятина, то Новый Завет это нечто другое. И может быть для нас это, конечно, будет казаться что-то такое, ну, сверх, или крайность какая-то. Я просто хочу об этом вам сказать. По одной простой причине. Что наше материальное служение или наше пожертвование Богу напрямую зависит наше благословение. Наше материальное благословение зависит от этого. И наше духовное благословение зависит. Материальное служение Богу, это не просто вот то, что я раз и отдал Богу, ну и просто так. Это не просто. Материальное служение показывает нашу веру. Наше доверие Богу. Некоторые люди говорят, я на 100% своей зарплаты не могу прожить, как я проживу на 90? Ну, хотя бы если говорить о десятине, да? Я на 100% мне не хватает, еле-еле концы с концами. Здесь доверие Богу. Господь говорит, я не оставлю тебя. Я не покину тебя. Здесь доверие Богу. Как прожить на 90%, если я на 100% не могу сойтись? Братья и сестры, я хочу сказать, что здесь не просто вот вера проверяется. Наше материальное служение показывает привязанность нашего сердца. Материальное служение показывает, вот наше пожертвование Богу показывает привязанность нашего сердца. Христос сказал, где сокровище ваше, там что? Там и сердце ваше будет. Я хотел бы немножко показать чуть-чуть, несколько текстов, братья и сестры. Новозаветный принцип отношения к материальному служению. Посмотрите, что Христос говорит. Несколько текстов. Христос, когда говорил свою Нагорную проповедь, Матфея 6 глава. Матфея 6 глава, с 19 стиха. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет. Луки 12 глава. Продавайте. Можно было даже немножко выше, да? Не ищите, что вам есть и что пить, и не беспокойтесь, потому что всего этого ищут люди мира сего. Ваш же Отец знает, что вы имеете нужду в том. На Ипаче ищите Царство Божие, и все это приложится вам. Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам Царство. Продавайте имение ваше и давайте милостыню. «Приготовляйте себе влагалище невытшающее, сокровище неоспудивающее на небесах, куда вбор не приближается и где моль не съедает, ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет». Я не призываю сейчас продавать имение, но я хотел бы вот что сказать, принцип библейский. «Не собирать себе здесь сокровища, не держаться, а отдавать Богу». Помните Первую Церковь, братья и сестры? О ней написано, что у них, у верующих всех было одно сердце и одна душа. Каждый день умножались ученики числом, каждый день Бог прилагал спасаемых к церкви. И один из принципов материальных, да, вот как они относились к этому, что они делали с тем, что у них было? Они продавали имения свои, они отдавали все. Знаете, вот я хотел бы сказать вот о чем, что в Новом Завете очень много говорится о материальном пожертвовании, и нигде вы не увидите сколько. Сколько нужно? Я думаю, что Новый Завет Бог специально, Христос специально не сказал сколько. Чтобы мы, рассуждая, смотря на материальное наше служение, понимали, что материальное служение, что оно для нас ценно. Вот что для нас, насколько материальная жизнь для нас ценная. Сколько мы даем Богу? Сколько мы жертвуем? Для чего мы живем? Качество вот этой жизни. К чему наше привязано сердце? Вы знаете, в Новом Завете есть тексты, которые вот действительно говорят о прямой взаимосвязи нашего материального благословения и нашего пожертвования. Апостол Павел во втором послании к Оримфинам говорит такие слова относительно материального служения. Он говорит, при всем скажу, кто сеет скупо, тот скупо и пожнет. И кто сеет, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Каждый уделяй по расположению сердца не с огорчением, не с принуждением, но что доброохотно дающего любит Бог. Как я должен жертвовать? Я должен жертвовать от сердца. И он говорит, кто сеет скупо, тот скупо и пожнет. В Ветхом Завете, в книге пророка Малахии, есть текст, который мы очень хорошо знаем. И Бог говорит, в этом, мне кажется, что это единственный момент в Бисании, где говорится, что можно Бога испытать. Он говорит, хотя бы в этом испытайте меня. Не открою ли я вам окна небесные и не пошлю ли вам благословения? «Принесите в дом мой, принесите в дом мой десятины, приношения, сделайте это». Вы знаете, братья и сестры, говоря вот об этом, знаете, когда мы говорим, вот в Новом Завете, интересно, еще может быть выражение одно, «Христос или Бог не против десятины». Я думаю, что, когда вопрос стоит, сколько жертвовать? Хочу сказать, мое понимание, десятина – это минимально. Десятина – это только начало. Кстати, евреи Ветхого Завета, вот в Израиле, да, в Ветхом Завете жертвовали или отдавали не только десятину. Всего у них было две десятины и плюс еще одна десятина раз в три года. Примерно каждый из них жертвовал, примерно где-то 23% они жертвовали, вот, ну, потому что это было, конечно, и государство построено таким же образом. Но они в храм приносили минимально десятину. И однажды Христос сказал фарисеям, если помните, да, что вы даете десятину с мелких вещей даже, да, а забыли основное в законе. И он говорит, этого должно было делать и того не оставлять. Христос не отменил десятину, не сказал, что вообще это не нужно приносить. Вы знаете, братья и сестры, хочу сказать, что вот пожертвование, как бы, наши пожертвования, когда мы рассуждаем, сколько и откуда. Я бы думаю, что правильно будет перед Богом, честно будет. Вот мое понимание, если мы принимаем решение сами для себя, ну, давать десятину, хотя бы десятину, я считаю действительно, что это минимально. Оно должно быть не только с нашей зарплаты. Но если я имею какой-либо другой доход, если я имею прибыль, с чего бы то ни было, если я делаю, ну, какую-то другую, и мне приходит, как мы иногда говорим, кеш, да, и мы иногда, может быть, как-то пытаемся обойти какие-то государственные законы, я хочу сказать, перед Богом, наверное, будет честно, с любой нашей прибыли давать пожертвование Богу. И наше пожертвование напрямую зависит, и наша материальная жизнь тоже. Во многих, во многих текстах, знаете, братья и сестры, во многих текстах есть вот поощрение к тому, чтобы мы могли жертвовать и Нового Заветния. В Ветхом, в Новом Завете, еще во Втором Послании к Оримфинам, апостол Павел говорит в 8 главе, я хотел бы еще один стих прочитать, когда говорится о материальном служении, о том, чтобы жертвовать, и Павел говорит о том, что, ну, должна быть равномерность. Интересно, что вот во времена даже апостола Павла, когда он шел и проповедовал Евангелие в языческих церквях, интересно, что он делал? Он всегда, никогда не забывал материальное служение, но он собирал материальное пожертвование, и что он с ними делал? Помните, он их приносил иудеям, в Иерусалим, потому что в то время в Иерусалиме была нужда, в то время церковь в Иерусалиме была в гонении, был голод определенного момента, и он говорил, вот ваше сейчас благословение, это чтобы поддержать тех, чтобы была равномерность, даже церковь не только в Иерусалиме, а вот как бы растянуто уже на многие расстояния, на далекое, это было всегда, и материальное пожертвование было. И апостол Павел, когда говорит, что нужно это сделать, чтобы они сделали сбор по церквям, вот этих языческим, так сказать, в Новозаветнике, где Павел проповедовал, особенно вот конкретно здесь послание Коринфянской церкви, и он говорит так, «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетой». И что делает апостол Павел? Он приводит пример самого Господа, и говорит, «Он оставил все, Он обнищал ради вас». То есть, другими словами, Христос является самым лучшим примером, что мы должны жертвовать, мы должны отдавать. Вот я говорил о Новозаветнике церкви, братья и сестры, говорил о том, что как они жили. Интересно, что в Новозаветнике церкви, вот где о неапостолах написано, никто из них ничего не называл своим, но все у них было общее. Мы не просто называем что-то своим, но мы настолько держимся за свое, мы настолько готовы иногда, так сказать, отстаивать свои, то, что нам принадлежит. На самом деле, еще раз хотел бы сказать, то, что дает нам Бог, Бог – это Божье благословение. И хочу сказать, братья и сестры, наше пожертвование, вот когда мы приносим пожертвование в церковь, это наша жертва Богу. Хотел бы, чтобы оно шло от сердца, чтобы мы не мерили себя, когда мы делаем пожертвование, чтобы мы не мерили себя по кому-то, кто сколько дает, чтобы мы себя не измеряли такими принципами, но чтобы мы делали это от сердца, Бог видит. Вот как из этой истории, которую я говорил, что Христос сказал, эта вдова все ложили от избытка своего, а она от скудости своей положила все, что имела, все пропитание свое. Вот и хотел бы просто, братья и сестры, оставить вот в заключении, перед тем, как мы помолимся, и как бы в пожелание на этот будущий год, чтобы мы могли для себя принять решение, в своих семьях могли принять решение, потому что материальное служение, наше материальное пожертвование напрямую, напрямую приносит нам либо благословение, либо неблагословение. И хочу, чтобы для каждого из нас, братья и сестры, для каждого из нас, вот в этот будущий год, с тем, что мы много желаем благословений духовных, мы хотим, чтобы мы возрастали духовно, чтобы в наших семьях было действительно, вот наши семьи, наши дети имели много духовных благословений. Хотел бы пожелать каждому из вас и себе лично, чтобы этот год, который начался, принес нам и материальное благословение. Еще раз хочу сказать, когда мы не откладываем, когда мы не просто думаем, а, материальное служение в церкви ничего не значит, но если мы действительно будем понимать, что материальное служение напрямую зависит от нашего материального благословения тоже. Это Христос так сказал. Господь говорит в Слове Своем. Конечно, давать, скажем так, в церковь пожертвование в расчете, что я получу, неправильный мотив. А правильный мотив, я даю Богу, потому что Бог благословил меня. Это моя, скажем так, благодарность Богу. Это моя взаимная любовь. Это показатель нашей любви к Богу. И вот здесь, из этого еще отрывка, хотел бы четыре этих принципа, о которых мы говорили, еще раз напомнить, сказать, и чтобы мы могли помолиться. Вопрос материального пожертвования это вопрос нашей веры, нашего доверия. Я скажу, что всегда нужно доверие. Это проверяется наша вера. Вопрос нашего пожертвования, это показывает, где наше сердце, к чему оно привязано. Хотел бы сказать, что Богу не безразлично. Бог видит, когда мы жертвуем. Когда мы выписываем чек, или когда мы ложим кэш в пожертвование, братья и сестры, Бог наблюдает, и Бог видит, потому что ему не безразлично. Это показатель нашей веры. Это показатель нашего привязанности, нашего сердца. И хотел бы еще раз заверить и сказать, сам Бог сказал, не заботьтесь ни о чем. Бог позаботится о наших нуждах. Если мы думаем, что мы сэкономим нам на пожертвовании в церковь, и мы что-то сможем себе больше позволить, мы обманываем сами себя. Пусть это будет момент доверия Богу. Пусть это будет действительно от сердца. И я уверен, каждый из нас, в каждой нашей семье, мы будем иметь много благословений материальных. И наша церковь будет благословена тоже. Мы много сможем использовать, больше возможностей служить Богу. Я хочу сказать, вот просто мой, может быть, момент, еще мое такое понимание в этом смысле, когда мы купили церковь, и когда вот есть рассуждение о том, что много расходов, много теперь вложений, много и пейменты другие, может быть, или еще что-нибудь. Я хотел бы, чтобы вот мое понимание, нам не нужно урезать все наши программы. Да, мы должны что-то урезать, да, мы должны на чем-то сэкономить, но все наши программы, все наши служения, мы не должны все урезать. Я думаю, что Бог нас благословил этим домом отчасти потому, что мы много и жертвовали. Наша церковь действительно жертвенная. Наша церковь действительно много делает. И для меня, вот в моем понимании, братья и сестры, я думаю, что для вас точно так же, это благословение Бога в ответ на то, что мы делали. Означает ли это, что мы должны сейчас многое урезать и от многого отказаться? Наверное, что-то можно пересмотреть, но не к тому, чтобы мы могли все урезать. Я думаю, что если мы будем верны перед Богом, как те, кому Бог доверил, как управителям, верным управителям, Он доверяет нам материальные средства, которыми мы должны распоряжаться. Если мы будем правильно, верно перед Богом распоряжаться ими, Бог усмотрит все и устроит все. Еще раз хотел бы, чтобы вот мое слово сегодня, братья и сестры, оно не было, как чтобы кто-то подумал, ну, это чтобы больше собрать денег. Совершенно нет. Я испытал это в своей жизни. Лично мы в своей семье испытали. Когда мы жертвуем Богу, Бог никогда не остается в долгу. Но пусть эта жертва будет действительно от сердца. Пусть это будет наше приношение любви к Богу. И Бог благословит нас. Аминь. Помолимся. Отец наш Небесный, мы сердечно, горячо благодарим Тебя за многие милости, которые Ты даешь нам в нашей жизни. Я благодарю Тебя, Господи, за благословения материальные, которыми Ты благословляешь нас в этой стране. Мы действительно ни в чем не имеем нужды, Господь. И я благодарю Тебя, что Ты сегодня говоришь в Слове Своем, чтобы мы могли не забывать о том, что материальное служение – это то, что важно для нашей жизни, важно и для Тебя, Господь. Это не безразлично в Твоих глазах. Я очень прошу Тебя, Господь, благослови нас быть верными в этом служении. Я очень прошу Тебя, чтобы Ты благословил нашу церковь в этом, чтобы Ты благословил все наши семьи. Прошу Тебя, Господи, чтобы Ты каждого из нас благословил, чтобы мы ни в чем не имели нужды, но чтобы мы действительно могли не только иметь все необходимое, но могли приносить много благословений и другим. Я очень прошу Тебя, чтобы Ты этот год благословил для каждого из нас. Благослови нашу церковь, Господи. Благослови нас, чтобы у всех были работы, чтобы мы могли зарабатывать, Господь, чтобы мы могли действительно иметь достаток в наших семьях. Я очень прошу Тебя, чтобы Ты благословил и нашу церковь также. Ты знаешь, много нужд есть у нас материальных. Ты знаешь, есть много планов, которых нужно будет сделать. Вот в материальной части по этому зданию, Господи, моя молитва к Тебе. Пошли свою милость и свое благословение. Благослови, чтобы наши планы, наши все, Господи, работы, чтобы мы имели в достатке необходимые средства. Господи, благослови нас. Мы благодарим Тебя, Господь, что действительно Ты имеешь и обладаешь всеми материальными благами, и что Ты всегда благословляешь нас. Хотим поклониться Тебе, прославить Тебя, ибо от Тебя это все. Ты благословляешь нас, Господи. Слава Тебе, нашему Богу, Отцу, Сыну и Святому Духу. Аминь. Аминь. Поклоняйтесь, поклоняйтесь, и преба, просите Бога, Господь, и славит И на Его величественного по всей земле, по всей земле растирается, 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 обнивышенными и слава Его. Господь, 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 дверь ты, я приветствую! Господь, скаларию, Павлие, поем! Господь, скаларию, Павлие, поем! Надежда моя! Надежда моя! Надежда моя! Надежда моя! Надежда моя! Надежда моя! Субтитры подогнали Симон. 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 Он чувствует себя уже лучше. Вы можете приобрести эти диски в фойе. Нужно сказать, что цена за эти диски чисто символическая. Это только покрытие цены диска. Поэтому, пожалуйста, приобретайте. И также я хочу сердечно поблагодарить наш строительный комитет и братьев, которые подвязаются в устройстве дома молитвы. Не знаю, обратили ли вы внимание или нет, но на улице уже табличку сменили. И такая красивая достаточно, как ее назвать, не вывеска, но знак, который говорит о том, что здесь за церковь. Слава Богу, что есть люди неравнодушные. Не хочу называть имя брата, но сердечная благодарность, замечательная работа и благословение для всех нас. И работы продолжаются. Была активная пора. Неделю буквально трудились, так горячо. Но сейчас, может быть, не такой большой объем работы, но работы предстоит сделать много. Значит, у нас есть строительный комитет. Братья, я очень прошу, братья прежде всего, если вы расположены поучаствовать в чем-то, в обустройстве нашего дома молитвы. Василий Григорьевич Сенин, пожалуйста, где он есть? Встаньте на секундочку. Его мы все знаем. Ответственный он в строительном комитете. Если вы видите себя или у вас есть свободное время, когда вы готовы прийти потрудиться, подойдите к нему, пожалуйста, согласуйте время и включайтесь в этот труд. Итак, молитвенные просьбы и благодарности. Во-первых, благодарность. Брат Анатолий благодарит за полное исцеление. Также брат Петр Бобровников тоже благодарит, что Господь врачует его, ему намного лучше. И такие просьбы. Болеют семья Губчак, Виталий и Наталья. Также болеет брат Виктор Николаевич Павлов. Также, ну вот, Петр еще не до конца вылечился, он тоже, мы помолимся за него. И за Петю серд будем продолжать молиться. И еще одна просьба, братья и сестры. Хотел бы, чтобы мы как-то близко приняли ее к сердцу. Такое переживание вновь у сестры, понебратец Оли. Вновь обнаружена опухоль уже в лимфатических узлах. И ей предстоит операция. Я очень прошу, давайте мы близко примем к сердцу эту нужду и будем молиться за нее, в том числе и дома, чтобы Господь явил милость и уврачевал ее. Также сестра просит, в среду будет суд у ее сына. И сестра Вера из Сиэтла просит помолиться за сына своего Павла, о том, чтобы Господь дал милость и помог ему освободиться от греха. Вот такие вот у нас есть благодарности и просьбы. Встанем для молитвы. Небесный Отец, мы очень благодарим Тебя, что Ты благословил это служение и что Ты пребывал с нами. Мы очень благодарим Тебя, что Ты питал нас Словом Твоим, давал эти важные уроки нашей жизни. Помоги, Господи, чтобы мы не только были слушателями Твоего Слова забывчивыми, но помоги, чтобы мы в нашей практической, конкретной жизни исполняли то, что Ты ожидаешь от нас. Благослови нас в этом, мы очень в Тебе нуждаемся. Господи, мы очень благодарим Тебя вместе с братом Анатолием, что Ты явил милость и полностью его уврачевал. Мы также очень просим Тебя за семью Губчак, за Виктора Николаевича Павлова. Мы очень просим Тебя за Петю Бобровникова, за Петю Серт. Уврачуй их полностью, Ты знаешь их болезни, Ты знаешь их переживания. И мы особенно на руках молитвы к престолу благодати Твоей несем нашу сестру Олю. Ты видишь, что вновь постигла ее это огромное переживание. Господи, Ты наш врач, Ты наш целитель, и Ты можешь совершать чудеса. Для Тебя нет ничего невозможного. Господи, мы очень Тебя просим уврачу и сестру, и через это даруй нам радость. Если Тебе угодно это сделать руками врачей, то соверши это, Господи, по великой Твоей милости и любви. Господь, мы очень просим Тебя за суд, который должен состояться в среду. Благослови и устрой все по воле Твоей. Мы очень просим за Павла, который находится во грехах и не может освободиться. Тоже смилуйся над ним и обрати его к себе, роди его свыше, чтобы он стал Твоим детем. Господи, мы очень просим Тебя за страну, в которую Ты переселил нас. Благослови, благослови начальствующих в народе, благослови президента. Я очень прошу Тебя, пошли еще большое пробуждение в Америку. Помоги, чтобы эта страна вновь могла стать христианской, чтобы эта страна вновь могла прославлять Твое имя святое. Господи, Ты видишь все предстоящие служения, и молодежное, и вечером, и на неделе. Ты видишь все наши дела. Благослови все, мы в Твои руки предаемся. И очень благодарим Отец нас, что можем это сделать. Прибудь с нами, распусти нас с Твоим божественным миром. И благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Святого Духа, да пребудут со всеми нами. Аминь. С миром Божьим, братья и сестры.